Прям по скотчу мы стоим. Здравствуйте, Олег. Привет. Мы еще не виделись сегодня, будем видеться часто. Это Остриков, как обычно. Здорово. Сейчас будем рассказывать очень интересные и важные вещи. Очень интересные. Да. Где у нас? Про умный сценарий. Так вот, вы все знаете и пользуетесь давно роботами в Bitrix24. Они появились как следующий этап развития встроенной автоматизации. Правильно же, да? Мы даже действия, которые в бизнес-процессах были отдельно от роботами, теперь вытащили везде. Вы когда на Ресте регистрируете робот, он появляется сразу и в роботах, и в бизнес-процессах. А все почему? Потому что очень много пользы от этого дела. И очень легко автоматизировать какие-то сценарии без программирования. И мы знаем, что этой автоматизацией пользуется огромное количество партнеров-внедренцев, интеграторов. И, конечно же, вы знаете, что эти роботы позволяют манипулировать фактически любыми данными в CRM. Компаниями, контактами, задачи создавать. Но при этом они почему-то работают только в воронках сделок и лидов. И это была кардинальная недоработка, потому что мы понимаем, эти средства автоматизации можно использовать везде. Если они могут работать с компаниями, то хотелось бы видеть их и в компаниях. И мы пошли, в общем, на следующий шаг. Мы сделали умный сценарий, про который сегодня будем рассказывать. Это механизм, который позволяет использовать роботов вне предела воронок, сделок и лидов. И про это, собственно, будет рассказывать главный разработчик всего этого добра и счастья. Наконец-то уже. Сколько ты будешь болтать уже? Да, я все закончил. Это было вводное слово. Переходим к практике. У меня так эмоционально не получится, но я постараюсь. Давай я немножечко отойду, а тут уже не видно. А, слайд будут показывать и так. Стой на месте. Начнем с того, где это можно посмотреть. Сейчас умные сценарии доступны на всех порталах, но скрыты. Для того, чтобы посмотреть, нужно оставить заявку. Можно оставить через партнерский портал наш. Женисти Олегу. Что, собственно, технически умные сценарии – это все те же старые добрые роботы, но они не привязываются к стадиям. И у них еще одна особенность есть – это массовый запуск. То есть можно выбрать несколько элементов. То, что многие очень просили давно. И сразу запустить сценарии по группе элементов. Собственно, где найти? Сейчас умные сценарии доступны для лидов и сделок, но в ближайшее время мы расширим все сущности, которые поддерживаются. Мы идем в список или в канбан лидов или сделок. И там мы видим кнопочку расширения, которая нам известна по функционалу базы знаний. И приложений. И приложений. Там это такая единая точка, где появляется новое меню, оно так и называется «Умный сценарий». И именно отсюда мы начинаем основную работу со сценариями. Здесь мы видим меню, в котором можно сразу создать новый сценарий, сразу перейти в Marketplace и там наустанавливать себе каких-то еще сценариев. Пока еще нет, но мы об этом чуть позже. И по мере того, как у вас будет появляться сценарий на вашем портале, у вас будет меню быстрого запуска. В этом же меню отсюда можно будет выбрать элементы и запускать уже сценарии, которые будут запускать ваши менеджеры. Из этого меню мы переходим в основной интерфейс. Это список сценариев. Здесь это основной интерфейс администратора. Здесь мы можем импортировать, экспортировать сценарии, создавать новые, редактировать, активировать или деактивировать. Активация это подразумевает то, что, допустим, какой-то сценарий вам сейчас не нужен или он еще в разработке, и вы не хотите, чтобы он появлялся в меню запуска, и не нужно, чтобы его видели менеджеры. Вы его можете скрыть, и таким образом вы настраиваете меню запуска. По клику на название сценария появляется слайдер, где можно посмотреть всю историю о том, какие сценарии были запущены, кем запущены. Подробнее об этом я расскажу позже. У администратора есть кнопочки, по которым можно настроить сценарий. И мы переходим в слайдер сценария, настройки сценария. Он состоит из трех частей. Первая – это описательная часть. В нем мы настраиваем название и описание. Название сценария – это, собственно, то, что видит ваш менеджер. Мы рекомендуем назвать сценарий так, чтобы было понятно, что он делает. Например, отправить рассылку SMS. Ну, а описание – это больше, скажем, не для менеджера, а для приложений. Нет, почему? Ну, это, по сути, для пользователя, который будет запускать сценарий, потому что это некий функционал, ну, разъясняющий, что там будет происходить. Мы же, когда будем спрашивать параметры запуска, мы же это описание показываем? Нет, это описание параметров запуска, а описание сценария будет появляться в магазине. Ну, окей. Хорошо, ладно. Ты хотел рассказать про то, как описание… Ну, мы сейчас еще до описания параметров дойдем, так что… Хорошо. Вторая вкладка – это, собственно, дизайнер роботов. Здесь он имеет такой же интерфейс, как и везде. По всей нашей автоматизации он привычный. Здесь те же самые кнопки управления. Единственное отличие – это здесь всего одна колонка, так как здесь нет стадий. И третий параметр, третья группа настроек – это новинка наша. Специально для умных сценариев? Специально для умных сценариев была доработана меню с выпадающими. Вот когда мы настраиваем робота, там есть меню, где можно выбрать поля каких-то документов. Сейчас там добавляются новые пункты. Это можно вынести настройку в настройке самого сценария, либо вынести настройку, чтобы у менеджера была возможность при запуске сценария, у него появится окошко такое, и где он может заполнить эти параметры. Для чего это нужно? Например, поясню на том же роботе отправить смс. То есть вы настраиваете сценарий, у вас есть там робот. И есть возможность выбрать… Ну, там обязательный параметр, который нужно указать – это провайдер смс. И когда вы, допустим, захотите поделиться таким сценарием в маркетплейсе, то понятно, что вы заранее не сможете настроить этот параметр, потому что вы не знаете у клиентов, какие есть вообще провайдеры смс, чем они пользуются и так далее. Поэтому логично, что такую настройку нужно вынести в настройку сценария. И тогда уже администратор импортирует этот сценарий к себе, он заходит в эту вкладку, и там уже централизованно перенастраивает все под себя. Один раз. Один раз, не бегая по роботам, а буквально настраивая именно те параметры, которые разработчик сценария вынес вот в эти административные настройки. В этом смысл. Вы готовите сценарий, чтобы его отчудить кому-то. И вы, собственно… За деньги. За деньги, да, конечно, за деньги, но какой-то ночь, какой смысл. И вы эти параметры важные не прячете в роботах, а вы говорите, вот этот вот нужно, чтобы администратор один раз настроил, выбрал смс-провайдер, или там выбрал главного ответственного за все… Ну, то есть это зависит уже от того сценария, который вы придумываете. И вы мало того, что вы носите это в настройки, вы им даете понятные названия этим параметрам и объясняете, зачем они нужны, чтобы пользователь, администратор портала, клиент ваш, поставив этот ваш умный сценарий, зашел в административные настройки и сразу понял, что ему там нужно настроить. Слушай, а вот умный сценарий – это переименованная RPA или это абсолютно новый обработчик? Нет, это… И RPA – это все равно тоже некая такая воронка последовательной стадии. А умный сценарий – это штука, которая позволяет запускать по волшебной кнопке конкретную последовательность роботов, предназначенную для некой там автоматизации отдельной. Слушайте, вы, может, вопросов хотите немножечко? Да давайте, если там есть. Вот смотри, давайте вопросы. Что с коробкой? Что с коробкой? Все с коробкой, все хорошо. А что ты смеешься с нас? Никуда не делать коробку уже правильно. Я уже привык к таким вопросам. И что скажешь? Ну, коробка у нас… У нас недавно же отвечали, по-моему, на этот вопрос. Скоро, что ли, да, ответы или что? Нет, просто в коробке по-другому готовятся обновления. Короче, будет в коробке. Будет в коробке. Да, как только выкатим прямо сразу. Вот смотри, пишут, что нужны товары. Товары? Что нужны? Всем товары нужны. Даже мне нужны товары. Кстати, здесь сегодня мы про умный сценарий говорим, а в целом… Если здесь стоит Антон Янжула, то речь будет про бизнес-процессы. Я тебя дальше спрашиваю. Даже если здесь Антон Горбелев… Да, все равно будет про бизнес-процессы. По товарам я скажу вам, открою вам секрет. Вот, товары, товары. Сейчас в работе идет. Уже некоторые роботы даже я разработал, и они в тестировании. Какая-то определенная группа роботов будет дорабатываться. И еще прорабатываем сценарии продуктовые, какие именно роботы более будут востребованы. Ну, то есть товарная часть бизнес-процессов, она сейчас как раз в работе. Я думаю, за летом основные сценарии ваши для работы с товарами в сделках, скорее всего, в заказах сразу выйдет. Вот смотри, еще вопрос просит прояснить, будут ли в сценариях триггеры, или они уже есть. Вот поясните, пожалуйста. Тогда, коллеги, я думаю, что у нас еще вопросы есть. Я думаю, давайте продолжим, потом я еще вас дерну. Собственно, мы поговорили про интерфейсы основные, а теперь хотелось бы рассказать, что нового в БУПе. Для того, чтобы сценарии не тормозили работу портала, потому что сценарий предусматривает то, что вы выделите группу сущностей и запустите сразу процесс. И это может как бы повлиять на работу, на нагрузку и так далее, на то, чтобы хит будет тормозить пользователя. То есть для этого мы сделали, разработали специальную очередь. При запуске сценария он сразу попадает в очередь. И по специальным своим правилам идет обработка всех документов. Именно в этом в очереди в фоне она не влияет никак, ну, визуально, ни на какую работу пользователей. Это не скажется никак. И для того, чтобы просматривать всю информацию о том, как это все происходит, по клику на название сценария мы переходим в журналы, где, собственно, очень подробно все расписано. Кто когда запускал, над какими документами, со всеми статусами. В каком статусе может быть сценарий? Он либо сейчас в очереди на обработку, либо обрабатывается в данный момент или завершен. Если, допустим, вы ошиблись и запустили не тот сценарий, то есть возможность у вас прервать выполнение. Пусть не сразу, но… Ну, конечно же, какие-то документы уже сразу пойдут на обработку, но вы можете быстренько зайти и через контекстное меню прервать выполнение процесса. Или, если вы хотите скрыть это от руководства, например, можете удалить вообще записи из журналов. Но это, конечно, будет настраиваться правами. Просто для руководства будет отдельный журнал, в котором будет показываться удаление журналов. Мы доработали очень активно, мы понимаем важность реалтайма и, допустим, доработали так канбан, что при запуске сценария, если в вашем сценарии есть робот, который, например, изменяет поля элементов, меняет им стадии, либо удаляет вообще элементы, это прям моментально отображается на вашем канбане. Даже интересно на это смотреть. Там анимация хорошая, красивая. Все, вот здесь тролли. Так что сценарий — это новое название шаблона БП, что ли? Нет, ну, ребят, это отдельная история. То есть есть сложные БП с ветками, никуда он не делся. Есть роботы, которые… И никуда не денется. И никуда не денется, да. Последовательность роботов каких-то действий, лежащих в конкретной стадии лида или сделки. А есть отдельный вынесенный сценарий. Он просто собирается из тех же самых роботов, но, видите, запускается руками. Во-первых, запускается руками. Во-вторых, может быть, мы сейчас расскажем, что мы еще какие-то там варианты запуска сделаем. Но это не замена БП, скажем так. Это простой способ из роботов собрать линейные алгоритмы, линейную автоматизацию и засунуть ее в Битрикс24 в определенные места в стройке, чтобы можно было бы вот этим одним сценарием вручную, по сути, запуская их, обрабатывать последовательность следов, сделок, дальше там компаний, команд. Вопрос из зума хотите? Хотим. Алекс, давай. Сегодня ты у нас прям вообще очень активный. Привет. Привет. Ничего не видим мы никакого, Алекс. Я вижу в зуме. Сейчас увидят. Привет, друзья. Опять из Крыма. Да. Сейчас меня выведет на большой экран. Вот, наконец-то, познакомился с людьми, ответственный из-за роботов и бизнес-процесса. Ха-ха-ха. Так, пожалуйста, Алекс, культурными словами, пожалуйста. Давай, окей. Не, культурными. Ну, ребят, я же за хороший продукт. Я же не просто так. Ребят, спасибо за роботы. На самом деле, это, когда они появились, это прям, ну, офигительная вещь, офигительная фича. Но у меня по-прежнему люблю больные вопросы, поскольку все молчат. Но давайте задам легкий больной вопрос. Так, собственно, маленькие, замечательные роботы. Когда вы научитесь более-менее адекватной работы с календарем в этих роботах? Потому что вот у меня есть живой кейс, который вот сейчас практически даже заканчиваю для самих же себя. Это момент, связанный с работой с календарями. Извините. И момент такой, что полноценная работа с календарями, как и в бизнес-процессах невозможно, так и с роботами. По конкретнее можно как-то? Я просто скажу, да? Ну, конкретнее создайте мероприятие, создайте мероприятие, где будет два участка. Я слышал этот вопрос уже ранее. Начинаем делать костыли через вебхук. Там сделали, там записали, туда приклеили, там завернули. Ну, это вроде бы роботы предназначены для простоты использования битрикса, а получается, что полноценная работа с текущими сущностями так и не получается. И не только с этими. Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Только культурные слова, пожалуйста. Нет, культурные слова. Ну, я с технической точки зрения просто вчера, допустим, буквально вчера мне пришла заявка с техподдержки по поводу, там есть баги определенные, и связанные с участниками, как раз с участниками события календаря. Я думаю, совместно сразу уже будем править баг и добавим возможность добавлять участников в события календаря из ВП. Ну, и, может быть, еще один короткий вопросик. А когда избавитесь от старого интерфейса, особенно в бизнес-процессах? Господи, вот. Вываливается этот старый интерфейс, но он уже прямо скорый. Надо зеленым покрасить уже давно. Я сюда же еще наброшу. Вообще, ты дизайнер, когда переделаешь бизнес-процесс? Когда юзер-интерфейс дизайнер работает? Ну, серьезно уже. Вот здесь все партнеры спрашивают. Я вот подождите, дождитесь Антона. Давай, Антон. Дизайнер. Дело в том, что сейчас, ну, понятно, что у нас основной наш приоритет это на упрощение, на роботы. Мы ставим большие ставки на умные сценарии, на роботы и все такое. И дизайнер. Есть как бы группа, команда, которая занимается смежным, похожим на дизайнер задачей. И это, по-моему, связано с чатами. И, возможно, наработки какие-то, которые они сделают, мы перенесем. И это будет как прототип дизайнера. Но сейчас какие-то сроки указывать или говорить, что это будет. Но однозначно мы знаем об этой проблеме и работаем. Прототипы какие-то должны появиться. Но сроков пока нет. Еще хотите вопрос из зума? Давайте еще про календари хотелось. Давайте коротенький. Я даже не про календари хотел. Я хотел напомнить коллегам, что всегда есть задачи, которые могут быть стандартными роботами неохвачены по каким-то причинам. Даже, я не знаю, там, генерация счета, для которого есть робот стандартный, он всех аспектов работы может не охватывать. Но, ребята, есть огромные наборы роботов, сделанных на Ресте в виде приложений, которые бизнесовые ваши задачи решают на 100%. И там всегда можно докрутить сценарии, которые в продукт не войдут. Просто потому, что они могут быть немассовыми какими. Мы дали возможность добавлять своих роботов через REST. Вы можете пилить любых вообще роботов. Чтобы добавить события с несколькими участниками, есть чудесный метод REST. Пилить робота, и все у вас получается. Говорят, что вебхук, но в принципе это... Нет, ну это по сути REST. Но можно сделать это не вебхуком, а прям-таки нормальным роботом, через REST его зарегистрировать, и пользователь будет им пользоваться как обычным стандартным. Хотят в коробке. Давайте я сейчас... Так это в коробке тоже самое будет. Включу сейчас Игоря в Zoom. Игорь, давай скорее, хочется тебя услышать. Привет. Добрый день, коллеги. Привет. Слышно, слышно меня? Отлично даже. Значит, меня такой вопрос интересует. А как вы, вот когда запускаете ваш сценарий на элементы списка, да, получаете фильтр? То есть можно ли на коробке ваш подход использовать, чтобы собственные действия вот встраивать вот это меню? Встраивать куда? В меню. Ну, то есть вы запускаете ваш процесс, да, и вы его запускаете на элементы, которые галочки имеют в виду? Да, да, да. На текущий момент такой вариант запуска. А чтобы все выбрать? Только не галочкой, а именно по фильтрам. А вот это вот будет про планы, мы расскажем. Чуть-чуть. Слушайте, у вас вообще слайдов плохо еще. Ну, да, еще есть немножечко, поэтому давай. Планируется, да, поддержать режим работы для всех, которые есть в списках. Но, скорее всего, это будет зависеть от тарифов, потому что у многих есть там по 100 тысяч сделок, и в таком режиме запускать сценарий, ну, это будет очень дорого для нас. Еще хотелось рассказать про новые настройки, которые я уже рассказывал в предыдущем слайдере, которые мы сделали. То есть для того, чтобы умные сценарии были более гибкими, настраиваемыми, мы добавили практически все важные настройки в роботах. Можно теперь выбирать для них поля, выбирать их, помечать как настройки сценарий и так далее. Для этого нам потребовалось добавить новых типов полей, такие поля, как статус, следа, стадия сделки, направление сделки, выбор провайдера SMS, либо выбор почтовых ящиков, от которых вы можете отправлять письма. Все это теперь доступно в CRM как типы полей новых, и их можно использовать не только в умных сценариях, но и в обычных роботах, в БП. Можно создавать константы с ними, параметры, переменные. Собственно, в какой кейс? Поля свои добавлять, в общем-то. Да, что это нам дает? Нам это дает, но это сильно упрощает сценарий. Например, возьмем того же робота SMS. У вас на портале настроено несколько шаблонов бизнес-процессов, в каждом бизнес-процессе несколько веток, и в каждой ветке по нескольку этих роботов SMS-ок, и в каждом вы настроили какого-то провайдера, но вдруг приходит руководитель и говорит… Деньги кончились, переходим на SMS-ок. Давайте поменяем поставщика услуг, и что мы делаем? Мы должны перелопать все эти шаблоны, перенастроить их, зайти в каждого робота. Теперь можно это все не делать, вынести все это в константу, а еще лучше в глобальную константу. Если вы в глобальную константу вынесете, то в одном месте вы указываете нового провайдера, и везде, во всех шаблонах, во всех роботах, теперь все будет работать так, как вы настроили. То есть это очень экономит время. Собственно, умные сценарии – это наша перспективная разработка и отличное дополнение к уже существующей автоматизации. Так как умные сценарии не привязаны к стадиям, это позволило нам, ну, так сказать, освободило нам руки, да? Ну, по сути, да. Теперь можем их втыкать в везде, где хотите. Очень много запросов, например, по добавлению роботов в контактах и компаний. Раньше мы не знали, как это сделать, потому что там, в принципе, стадий нет. Сейчас, в ближайшее время, умные сценарии появятся и в контактах, и в компаниях, а также во всех остальных сущностях. Конечно, мы поработаем над правами, над вариантами запуска. Возможно, будет не только ручной запуск, а запуск по времени, например, или по какому-то планировщику. Например, каждый понедельник, там, первого числа запустить такой-то сценарий. Может, и по триггерам, если договоримся. Да, мы сейчас активно собираем тикеты, собираем обратную связь от вас. Надеемся, вы будете больше пользоваться ими. А также делиться с ними через маркет этими сценариями. И что еще сказать? Ну, про обратную связь еще раз прямо сказать. Ребята, вы подумайте над теми, какие сценарии можно автоматизировать для клиентов, используя вот этот инструмент. И пишите нам, потому что именно исходя из бизнес-логики, которую вам хотелось бы туда заложить, мы поймем, что еще нужно наращивать. Я хотел сказать, что на этом еще можно заработать. Заработать, конечно. А как заработать? Это мне знаю. Конечно же, заработать. Мы продолжаем вот этими умными сценариями историю с, как это, лоу-код-приложениями, то есть решениями публичными, тиражами для маркета, которые не требуют чего разработчиков вообще. Они становятся не нужны. Идеи. Такие, как я, может, еще понадобятся. Ну, он-то нам понадобится, конечно. А вот остальные уже не факт. Я, конечно, шучу. Мы, помните, в прошлом году запустили отраслевые CRM. Это продукты, по сути, представляющие собой набор настроек, которые без программирования можно упаковать одной кнопочкой в решение Bitrix24, так, чтобы клиенты, опять же, их могли поставить. И умный сценарий мы развиваем по той же самой истории. То есть вы создали вот эти сценарии для какой-то отраслевого какого-то бизнеса, для конкретной сферы, или, может быть, чуть там шире, не взять там строительство, а взять все отделы продаж. Берете все эти умные сценарии, которые вы сделали. Одной кнопочкой можете их упаковать и дальше монетизировать через подписку приложений в Bitrix24. Все очень просто, точно так же, как с отраслевыми CRM. Что нужно, чтобы сделать решение на умных сценариях? Нужно, собственно, сделать сценарий. Их может быть несколько в тех местах в стройке, которые вы запланировали для своих клиентов. После этого вы одной кнопочкой экспорт, который уже, собственно, есть. Вы можете уже ей пользоваться для того, чтобы свои умные сценарии передавать конкретным клиентам, пока еще не через витрину маркета. Кнопочка уже есть. Вы экспортируете, по сути, получаете архив со своими сценариями. Причем, я хочу сказать, что внутри могут быть не только стандартные роботы, но и роботы приложений из маркета, лаборатория бизнес-процессов, русский робот и так далее. У нас много решений на маркете, которые расширяют набор вот этих доступных активитей для вас. Вы можете автоматизировать очень многие вещи. И потом все это дело публикуете на маркете через кабинет разработчика. Вы QR-код видите на экране. Кто не знает до сих пор, можете щелкнуть. Я думаю, большинство уже знает. Это кабинет разработчика решений. Идете туда с этим архивом в левой руке и там, собственно, все публикуете. Как это монетизируется? По подписке. Мы осенью запустили новую модель монетизации. И, собственно, на текущий момент от других моделей, как неэффективных, уже отказались. Решение с умными сценариями, как и отраслевые CRM, самый лучший вариант монетизации – это подписка. То есть клиент ставит ваше приложение, купив общую подписку на доступ к витрине. И за использование ваших умных сценариев мы вам начисляем денежки. Подробности про подписку, опять же, можно почитать по QR-коду на специальном лендинге. Где разъяснена эта модель. Если очень интересно, я крайне рекомендую поднять записи подписного саммита, как мы его называли. Мы в середине марта проводили отдельную конференцию, посвященную подписке. Там целый день второй был для разработчиков решений, где мы рассказывали, как работает подписная модель, как начисляется вознаграждение, почему там много денег и почему туда стоит идти. Рекомендую почитать. Самое-то главное, умные сценарии, как отраслевые CRM, дают вам, как интеграторам, возможность превратить свою экспертизу в конкретных сферах бизнеса, экспертизу по автоматизации бизнесов конечных клиентов в готовый продукт. Вы можете взять вот этот накопленный опыт и даже не будучи разработчиками, завернуть его в тиражное решение, выйти на массовый рынок. Вот такая офигенная история. Мы для этого сделали умный сценарий для вас. Я пойду делать умный сценарий. Прямо сразу. Вот мы можем, если еще время, можем на вопросы. У нас есть буквально две минуты. Коллеги, я сейчас буду озвучивать текстом, если кто-то вдруг хочет спросить, голосом. Давайте, поднимите, пожалуйста, ручку в зуме. Значит, что будет у нас, что вы сделаете со сценариями в задачах? Прямо несколько человек говорят, да, поддерживаю. Надо? Будете делать или не будете? Мы готовы в любых сущностях битых 24 сделать. Если будет спрос, будет реализация. Возможно, кто знает, может быть, умный сценарий появится в карточке сотрудника, как пример, как вариант. То есть вы слушаете эфир, хотите сказать, да? Да, он прям, собственно, вот этот микрофон у нас тут. Вот у меня есть, я слушаю. То есть, ну, слушайте, что-то хорошо. В задачах хотят, в задачах надо. В задачах нет каких-то преград для этого, так сказать. Окей, хорошо. Умные сценарии будут конфликтовать с основными запущенными БП или нет? То есть, например, сейчас в области есть ограничения, что по одновременному запуску… Его на всех не хватит. Нет, сейчас это не учитывается в тот лимит, который настроен для запуска бизнес-процесса. Вот ты посмотри, еще плюс два за задачей. Единственное, по лимитам я не сказал, там слайды, в слайде у меня было. По лимитам сейчас существует ограничение, допустим, вы можете один раз запустить сценарий, и пока работает этот экземпляр сценария, вы второй раз его не сможете запустить. То есть, может, и другой. Другой можно запустить. Это как бы сейчас будет еще перенастраиваться, возможно, лимиты пересмотрятся в зависимости от тарифов. Ну, короче, по нагрузке будем смотреть. Окей, хорошо. Еще у нас есть времечко. Здесь, Антошка, тебе планируешь ли ты научить писать бизнес-процессы в мессенджеры? Это, видимо, вопрос от спамеров, от партнеров-спамеров. Ну, у нас есть робот, который отправляет сообщения в открытую линию, в любую. Я думаю, что здесь имеется в виду именно в мессенджер, в наш. Понятно, что в коробке вы это и так сможете сделать уже. Я понял. А вот стандартный какой-нибудь activity будет, не будет? Скажу вам по секрету, наверное. Давай. У нас на портале уже есть такой робот. Мы написали его для наших нуждей. Робот, не activity, а робот. Ну, роботы. Сейчас все можно делать роботов, потому что, по сути, это следующее продолжение. Внутри-то это одно и то же действие. Просто, грубо говоря, робот – это навороченное действие с дополнительными возможностями. Но оно отлично работает и в дизайне ЛИБП, и, собственно, в роботе. Поэтому писать сейчас простые действия, не роботы, ну, я не вижу смысла. Мы уже сейчас все делаем. Все новые действия делаются сразу с поддержкой роботов. Окей, спасибо большое. Завершаем на этом наш доклад. Ждут от тебя Антошка и Сережка, да? Новый сценарий и задача. Прямо вот ждут еще. Ага, сценарий и задача. Задача, да. Спасибо большое, коллеги. Мы немножечко удалимся на перерыв. Попьем кофе, съедим печеньку. И через 15 минут с вами встретимся снова и опять. Пока-пока. Давайте, до встречи совсем скоро. Все, все, пока. Выметаемся, пошли.